Друзья мои, всем привет! Я помню, как-то мои подписчицы жаловались, точнее не то, что жаловались, а знаете, так сетовали на то, что якобы ни коко не зовут в блог-туры. Вы знаете, девочки, и как только вы это сказали, блог-туры посыпались просто как из дрога изобилия. Где я сейчас? Сейчас я нахожусь в самом центре республики Татарстан, в городе Казань. Я только что заселилась в гостиницу. Гостиница называется Релита. У нас здесь будет интересный, абсолютно удивительный для меня блог-тур по республике Татарстан и республике Удмуртия. Организован он с помощью Ростуризма, так что для меня это огромная честь. И мне очень приятно, что меня выбрали для таких целей посмотреть самой и рассказать вам, что это такое путешествовать по России. Ну, давайте я вам сейчас покажу, как здесь примерно все выглядит. Соответственно, вот он вход. Мы зашли. Здесь висят мои вещи. Здесь моя любимейшая шуба Джона Сноу. Здесь находится шкаф. И, в принципе, вот, собственно, он номер. Очень красивые оттенки. Огромнейшая кровать. Я здесь, к сожалению, сегодня сплю одна. Здесь находится стол, столик, водичка, чай. Номер очень широкий. Очень, смотрите, какой высокий. И он прям такой, знаете, в нем много воздуха в хорошем плане. Ну и давайте покажу вам ванную комнату, раз уж у нас пошел такой блог-тур. Смотрите, здесь даже биде есть. Вообще фантастика. Безумно просто ровно по линейке. Посмотрите, развешенные полотенца, халат. Вы же понимаете, что отель не отель, если у тебя нет белого халата и тапочек. Вы знаете, эти сегодня шедевральные просто поездки с моим таксистом. Это беготня в аэропорте. Она стоила того, чтобы взять вот эти вот мягкие подушечки и просто в них вот так вот плюхнуться. Еще у меня есть масочка на лицо, которую я сейчас сделаю. Еще у меня есть ноутбук. Еще у меня есть дискотека 80-х и бутылочка воды. Вы знаете, я чувствую себя абсолютно прекрасно. Друзья, ветер такой, что слезы из глаз. Я не могу просто аж это льются потоком. Доброе утро. Мы уже в Казани. Еще вчера мы были в Казани, но сегодня, скажем так, афишили. Уже прошел завтрак. О том, как выглядит мой завтрак, смотрите в моем инстаграме. Не стала записывать сюда. И сегодня нас ждет супер-тур-поход по всем значимым казанским местам. Я надеюсь, что все пройдет удачно. Во всяком случае, я утеплилась по полной, потому что здесь чуть ли не минус 5. Снега как такового нет, но очень и очень холодно. На погоду мне, как всегда, везет, друзья. Мы уже приехали на одну из главных площадей Казани. Как оказалось, здесь тоже есть Спасская башня. Сейчас мы оформляем всякие экскурсионные бумажки и пойдем внутрь. Безумный холод. Конечно же, мне сюда очень хотелось в Казань приехать летом, но, к сожалению, не получилось. Так что приходится морозиться. Но ничего. Я думаю, горячий чаек все исправит. Минутка суперполезной информации. Общая территория Казанского Кремля составляет примерно 13 гектар. А если говорить о Кремле московском, то его территория примерно 28 гектар. Поэтому московские, конечно, побольше, но у них совершенно разные архитектуры. И выглядят они, соответственно, тоже совершенно по-разному. И каждый по-своему прекрасен. Мы уже побывали в соборе, но мне кажется, что вообще как-то снимать в храмах это немножко не то. А вообще мне здесь очень нравится, на территории Кремля, что здесь реально как-то очень много простора и воздух. И несмотря на достаточно морозную погоду, все равно еще очень много красивых сочетаний бежевого, желтого, такого белого, зеленого, клубого и всего такого яркого. Поэтому это выглядит все очень торжественно и круто. Мне реально нравится. Это своеобразная Казанская-Пизанская башня. Ну, конечно, она называется не так. Но смысл в том, что эта башня тоже очень сильно накренена. Ее пытались восстановить, потому что одно из ее на основании находится на песчаных как-то таких землях. И, соответственно, получается, что одна часть реально немножко накренилась. Да, и, кстати, вот так вот выглядит эта башня вблизи. Смотрите, какие у нее красивые ворота. Ну что, мои юные путешественники, мы наконец-то подобрались к жемчужине. Просто не побоюсь этого слова. Как бы как устаревшее клише это не звучало, но это реально жемчужина Казани. Это мечеть Кол-Шариф, которая была окончательно построена в 2005 году. Очень в ней много разных красивых символов. Вот эта вот большая-большая площадь вмещает в себя порядка 10 тысяч человек, когда происходят молитвы. Ну и, естественно, все это расположено на пути к Мекке. Так как меня особо некому фотографировать, сделаю такой супер-блогерский кадр. Мне кажется, очень красиво. Посмотрите, как. Мы уже отгуляли по территории Казанского Кремля. Побывали и в соборе, и в мечети. У нас сейчас самое интересное – обед. Вы же знаете, я больше не тревел, а фуд и бьюти-блогер. Так что поехали обедать. Мы уже приехали в Казань-арена. И у нас сейчас проходит экскурсия. Я постараюсь вам что-нибудь интересненькое рассказать. Стадион работает уже 4 года. Здесь проходят разные-разные соревнования. Даже были соревнования по водным видам спорта. И на газон расставляли бассейны. Так что мы сейчас идем, бежим просто в темпе вальса смотреть на поле. А дальше посмотрим всякие раздевалки и вообще помещения. Пошли-пошли. Как интересно. Вот это вот искусственный газон. А вот там вот газон настоящий, который сейчас вовсю растет. Под этими лампами. Здесь воно вот как в поликлинике. Просто ужасно. Примерно с такой точки комментаторы следят за игрой. Смотрите, как круто. Какой шикарный вид. А вот таким вот образом выглядит самый главный экран стадиона «Казань-Арена». Он занимает больше 3000 метров. Он какой-то самый большой в Европе. И вот так вот он выглядит с обратной стороны. А с той стороны, соответственно, вы видите красивые кадры. Там идут трансляции матчей и всего остального. Вот такая вот история. Представляете, какой он большой. Вот такой. Я что-то не очень понимаю в современном искусстве. Мне кажется, или это Angry Birds? Все работы выполнены из остатков тканей. То есть, соответственно, что дома было, что нарвала, то и сделала. Вообще, конечно, основная фишка современного искусства состоит в том, что методы исполнения у большинства авторов и художников достаточно простые. Но в них есть такая, типа, глубокая мысль. Но для того, чтобы эту глубокую мысль достать, нужно как бы слушать экскурсовода. И, честно говоря, я за классическое искусство. Да, вот такая я дуреха. На улице безумная темнота, несмотря на то, что сейчас всего лишь 5 часов. Да, вот так вот темно в Казани. Я вам еще покажу вот это безумно крутое здание с деревом посередине. Сказали, что это дворец земледелия. Я не очень понимаю, что они в этом дворце делают. Наверное, выращивают вот эти огромные деревья. Не знаю, может быть, это как министерство какое-то считается земледелие. Но выглядит, конечно, очень круто. Прям готично как-то даже. Вот так вот очаровательно выглядит набережная. Все прекрасно. Только безумно холодно. У меня руки уже все иссохлись. Все замерзли. Я сама дурочка забыла перчатки. Очень круто. Я сюда приеду обязательно летом. Прогулки по набережной нам стало мало. И мы решили еще перед вечерним ужином отправиться на своеобразный такой Казанский Арбат. Я не знаю, как это правильно сказать. Позади меня худостром. На здание Шаляпин. Белос-Хотел. Здесь какая-то красивая башня. А так действительно впечатление очень похоже на московский Арбат. Тоже магазинчики. Все поют, танцуют. И, в принципе, у всех хорошее и позитивное настроение. У меня жестко садится батарейка. Но я просто обязана показать вам этого монстра. Класс. Мы, наконец-то, добрались до места назначения. Сегодня будем ужинать вот в этом суперкрасивом ресторане. Давайте здесь. Смотрите, как все сияет, как все красиво. Мы, наконец-то, отужинали. Ресторан очень симпатичный. Называется Чирем. По-моему, это переводится как молодая зелень. Поэтому он весь украшен зеленью. Но не могу сказать, что он супер вкусный. То есть, у него достаточно высокий ценник из-за расположения. Но так, в целом, ну, как бы вкусно, но средне. Вот, как-то так. Может быть, я зажралась просто уже. Мы добрались до отеля, слава богу. Ага, я уже где-то два или три часа просто собираюсь с мыслями. При том, что нам завтра, точнее сегодня, нужно достаточно рано вставать. Но у меня, знаете, как у маленьких детей, которые за день перегуляли, у них гора впечатлений. Они никак не могут уснуть. В общем, сейчас включу себе пару серий сериальчика. Или, может быть, почитаю книгу. Вот, нанесу масочку и буду спать. Завтра нас ждет какое-то нереальнейшее путешествие. Мы отправимся в Свияжск. Я пока слабо себе представляю, что это. У меня почему-то идут какие-то ассоциации с островом Буяном. Я не знаю, почему. Завтра увидим, завтра посмотрим. А сейчас, ребятки мои дорогие, любимые, сладенькие, спокойной ночи. Друзья, мы зашли пообедать. Правда, у нас обед получился чуть раньше. Я вся мокрая. И еще я поняла, что винегрет это просто любимейшее блюдо. Потому что мы второй день подряд его едим. Но будем надеяться, что он здесь такой же вкусный, как и вчера. Так вот выглядит площадка активности в Свияжске. Здесь можно померить всякие классные мячи на себя, калачи. И вот там есть настоящая кузница. Сейчас наши друзья перемещаются в Ти. Вот такая вот грязюка. Конечно, с погодой очень не повезло. Вы меня не ругайте, что я весь тур рассказываю о том, какая плохая погода. Но просто реально дождь, это прям совсем не то, что нужно. И так, у нас уже вовсю идет, начинается, точнее, экскурсия. Вообще, это место раньше называлось Ивангород. Сейчас оно называется село Свияжске. И что самое интересное, это место, где реально живут люди. То есть, здесь есть памятники культурного наследия, но при этом здесь есть абсолютно жилой фонд. Дома есть как полуразвалившиеся, так и дико дорогие камеры. Вообще, вот мы уже вовсю на экскурсии. И об этом месте открываются прям страшные тайны. Тюрьмы и психбольницы, и школы для больных деток. Поэтому место, конечно, очень историческое и очень тяжелое. Смотрите, какие раньше были клевые наряды. Что бы вы себе выбрали? Смотрите, какие раньше были клевые наряды. Смотрите, какие раньше были клевые наряды. Что бы вы себе выбрали?